ой да как работает мышление сейчас она нам расскажет общество знаний и g2023 давайте посмотрим давайте узнаем как работает мышление интересно всем привет меня зовут насти я преподаватель скул по обществу знанию рада видеть вас на нашем youtube канале сегодня мы будем разбирать тему мышления мышление одна из самых сложных тем раздела человека общество говорю так не про все темы если что она действительно сложная потому что очень многие не понимают операции мышления и методы мышления и в целом принцип действия мышления зачем оно нужно но многих видимо есть вопрос такой то и так далее смотрите мы с вами сегодня разбираем эту тему это будет небольшой видео урок в котором вы сможете разобраться с темой из раздела человека общества но прежде немножечко познакомимся вы попали в онлайн школу умскул внешнейший онлайн школа подготовки к экзаменам с образовательной лицензией и меня зовут настя я преподаватель по обществу знаний мы к направлениям егэ у г вузовского цикла старшие школы средней школы а именно я готовлю к егэ по обществу знаний в прошлом году я подготовил 34 бальников по за прошлым 42 100 бальников сама сдала егэ на 97 баллов и занимаюсь этим уже более шести лет если раньше это было форматом подработки какого-то хобби то сейчас это моя профессиональная деятельность я топовый спикер по российской федерации у него много учеников несколько тысяч чтобы вы понимали да и у меня на данный момент окончено и высшее образование в области экономики опыт обучения в институте психологии образования в институте вычислитель математики информационных технологий сама я сдала предназначение 97 баллов и наверное на этом хватит это базовая информация только для того чтобы вы не переживали за то что я говорю не переживая о том как я это говорю и так далее несмотря на то что у меня большой опыт соответствия подавания я буду объяснять вам все достаточно бытовых терминах и буду ссылаться на формулировки егэ для того чтобы вам было максимально понятно если вы захотите посмотреть другие мои уроки ровно так же как и этот составленные по федеральным государственному обязательному стандарту по учебникам в гос с учет соболезную учебником на самом деле но сейчас мы короче возьмем посмотрим что там с учебниками это мнение эксперта потому что мы сотрудничаем с да я кандидат наук в том числе федерального уровня вы можете обратиться на мой youtube канал там есть много теоретических открытых роликов и мой телеграм-канал можете порешать хорошенькие хорошенькие тесты для подготовки кида по обществознанию ну а если вы хотите комплексный готовится кида по обществознанию то я приглашаю вас к себе в мастер-групп мастер-группа это не подготовка скажем так только для мастеров это подготовка для ребят с любым начальным уровнем это полный годовой курс подготовки который не требует от вас ну на самом деле хорошо потому что нам сейчас расскажет что в егэ 2023 года какие там проблемы по вопросам общества знания все еще это полный пиздец дополнительных занятий это она определяла философии через пацанские мемы да там не знаю школьным преподавателем на факультативах и так далее и так далее это полноценная подготовка по теории по практике экзамена которые прошли как раз таки мои стобальники я подготовила кстати за год работы 109 не но слушайте давайте так ей простить можно но она как бы философия от слова совсем не интересуется для нее основная тема экономика политика как я понимаю ну вот и там вроде у нее нормальные материалы хрен знает вроде ничего материал у нее там вот пальников но и соответственно составлены программы мастер-группы с учетом мнений эксперты и г мы все перепроверяли причем это несколько экспертов еда в разные годы были это полная подготовка это домашняя работа это уроки вместе со мной ну а как я непосредственно это занятие я думаю вы увидите сейчас течение небольшого видео урока и если захотите кстати мы обсуждаем что егэ пиздец как плохо составлена к мастер-группы пишите подовое слово на высоте вас сообщение группы ссылочка на группу есть в описании под этим видео ну давайте продолжать как и говорила мы сегодня с вами будем говорить про мышление но прежде чем перейти к теме мышление нам нужно затронуть немножечко тему познания думаю про познание вы слышали как про еще одну самую сложную тему ягода общество познание на самом деле познание субик канале есть видео база по философии за 40 минут кайф чувственная рациональная а интуитивной где интуитивная где я не вижу еще какой-нибудь там еще хоть надо познание придумать а как же я не знаю там про проры припоминания платона там я не знаю чё только чувственные иррациональные важно не буду спорить но очень очень интересная тем ну чувств но вообще эмпирической это вообще про опыт чувственные это частный случай эмпирического в данном случае. Чувственное это, судя по всему, перцепи имеется в виду, перцепция органа чувств, да, непосредственный контакт органов чувств с познаваемыми предметами. Вот. Ну, то есть, здесь даже чувственное, ну, то есть, здесь эмпирическое познание даже представлено не в полном объёме. Ну, эмпирическое было бы правильнее, на самом деле, более широкий термин. Чувственное это прям вообще какой-то сенсуализм. Ну, то есть, это ещё более узкий, узкий критерий в данном случае. Эмпирическое это весь опыт, а чувственное это только вот опыт от органов чувств. Почему она очень интересна? Дело в том, что познание это процесс получения некоторой информации про окружающий мир, и эту информацию мы на самом деле получаем, ну, в сознательной жизни, да, когда у нас работают сознание, постоянно. Не скажу, 24 на 7, потому что есть ещё работа бессознательного. Так вот, познай... Окей, хорошо, точно есть я. А вот и Фрейд пришёл, да, вот и Фрейд вернулся. Хорошо, хорошо. А общество знаний есть про фрейдизм вообще? Просто, судя по всему, методичку по обществознанию учебники составляют всякие совки. Блядь, а вот, наверное, есть, кстати. Ведь, наверное, же есть. Фрейда-марксистов же дохуя. Да, может такое быть. Нет, такое технически просто может быть, я думаю. Просто всякий... Фрейда-марксизм распространённая чепуха, так что в целом-то почему бы и нет? Познание, как многие думают, это не только процесс чтения книг. Познание это в том числе, когда вы... Так чтение книг не является познанием. Стоп! Стоп! Если вы чтение книг считаете познанием, то тогда давайте ещё отдельное средство познания выделим. Потому что, вот давайте, уровни познания это чувственные и рациональные. Уже, да? Там, ладно, интуиция, хуиция, там полиция, там медитация, хуяция, там всё, всё, ещё много чего может быть, соответственно. Не только рациональные, не только чувственные. Есть и рациональные способы познания, есть там ещё какие-нибудь способы познания, которые можно здесь умножать. Здесь чисто такая, знаете, scientific-based, короче. Научная база у нас здесь появляется. Но, да, давайте даже на это забьём. Но она сказала, нет, это не только чтение. Так чтение вообще не является познанием. От того, что вы взяли и прочитали Хайдегера, Гегеля, Ньютона, кого учебник какой-нибудь взяли, прочитали, вы ничего не познали, вы не совершили процесс познания. Вы просто запомнили материал, который изложен в книге. Да, понимаете, в чём дело? Рациональное познание. Нет, вы можете в книге научиться познавать, методологию оттуда можете достать, как с помощью которой вы можете познавать и которую можете использовать. Но в среднем просто прочтение книжки не является познанием от слова, ну, совсем. Пока вы сами не научитесь применять рациональные, логические операции, математические операции, абстрагировать, обобщать, анализировать, пока вы этого не научитесь делать, вы даже прочитывая книжку не будете всё ещё заниматься познанием. Ну, судя вот по тем критериям, которые изложены, ну, тем более чувственного познания там точно не будет. Ну, вы прочитали книжку, кто-то провёл опыт. Ну, не вы же провели опыт, значит, не вы познали. Нюхали запах вкусной пиццы или дотронулись до сковородки, она горячая и так далее, и так далее. То есть, процесс получения любой информации и чувственной, и рациональной – это процессы познания. Ну, и как я уже сказала, информация здесь будет чувственной и рациональной. Чувственная получается при помощи органов чувств. Это, соответственно, обоняние, осязание, звук, вкус, ой, звук слух, вкус и так далее. У нас есть основных пять органов чувств, но сегодня мы про них говорить не будем. Просто... Органов чувств не пять. Давайте откроем Википедию. Это минимум, Википедия – это минимум. Здесь будет Википедия. Органы чувств. Органы чувств, неожиданно. Берем, бах. Органы чувств у человека. Голоза – первый орган. Второй – уши. Язык. Нос. Кожа. Да, собственно, осязание. Вестибулярный аппарат – шесть. Еще дополнительно можно там накинуть на разные другие рецепторы, которые показывают там внутреннее раздражение внутри кожи, там еще что-нибудь показывают. То есть, у вас есть разные виды, там, не знаю, внешних ощущений, связанных с моторикой, там еще и с чем-нибудь. То есть, тут огромное количество всякой хуйни. Так что все же не пять. Все же не пять. Сорян. Если такая информация изложена в учебнике, ну, я соболезную. Знаете, что познание – это в том числе получение информации через чувственные источники. К чему-то прикоснулись, это какая-то информация, да? Там, не знаю, что-то у них или это какая-то информация. Ну, вестибулярный аппарат просто вам буквально дает представление о том, в каком положении вы находитесь, соответственно. То есть, полезная штука. Также есть уровень, на котором уже работает, скажем так, наш головной мозг. Есть мыслительная операция, когда при помощи. А чувственная, там не головной мозг работает или что? Вообще. Вставление некоторых. Закономерности, причинно-следственных связей. Мы выводим какие-то новые информационные единицы. Более того, относительно кожи и осязания, также можно разделить там на два. Вот. На основании того, что уже знаем или узнали только что. И тогда мы имеем дело с рациональным уровнем посты. Наверное, есть вопрос. Так, я проебал, что он рассказал. Вот, в общем, проблем. Причинно-следственных связей. Мы выводим какие-то новые информационные единицы. Да, делаем какие-то выводы на основании того, что уже знаем или узнали только. И тогда мы имеем дело с рациональным уровнем посты. Наверное, есть вопрос. Ладно, допустим. А зачем? Я всё это вам рассказываю. Дело в том, что рациональное познание – это, по сути, и есть мышление. Потому что если мы обратимся к определению мышления… Ну, всякое ли мышление рационально? Нет, скорее всего. Приветствую, Артиком Си. Ну, ладно. Способность к познанию существенных свойств связей объектов, выходящих за рамки чувственной информации и практического опыта человека, а также отражения в сознании субъекта, наиболее существенных свойств объектов, взаимосвязи между ними, закономерности их развития. Ну, ладно. Если вот это определение мышления использует, то окей. Можно использовать для номера 18. Здесь как раз-таки много ярких признаков. Мы увидим, что мышление – это способность к познанию. Видите, уже связь, во-первых, с познанием. А во-вторых, посмотрите. Здесь сразу указано, что она выходит за рамки чувственной информации. А в процессе познания за рамки чувственной информации как раз-таки и выходит рациональный уровень. То есть, если вы уже изучали тему познания и знаете, что такое рациональный уровень познания, то вам будет легче изучить тему мышления, потому что они непосредственно связаны. Мы сейчас вернемся к определению мышления, но прежде чем мы туда перейдем, я хочу показать вам еще формы или ступени, и так и так их называют в экзамене, ступени рационального познания. Рациональное познание происходит при помощи понятия, суждения и умозаключений. Почему их называют ступени? Потому что первая ступенька, вторая, третья – они идут на усложнение. Понятиями мы мыслим, по сути. На самом деле мы мыслим категориями, но ладно, пускай понятия. Ого, во-во-во-во-во, круто. Мы сейчас скажем для ЕГЭ Папши. Воу, поехали. Что это значит? У нас вокруг множество всяких объектов. И эти объекты у нас в голове хранятся при помощи понятий. Например, сейчас перед вами компьютер или мобильный телефон. Компьютер, мобильный телефон – это понятие. Свитер, человек, преподаватель, презентация, окно, свет, микрофон. Все это понятия. То есть любая информация у нас хранится, как правило, при помощи понятий, если мы говорим про рациональный уровень. Когда мы объединяем несколько... А я думал, что понятие – логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-либо. Ну, то есть она должна каким-то образом, соответственно, иметь какое-то, ну, вы понимаете, да, какое-то, в общем-то, содержание должно иметь. Не просто феноменологическое содержание, но и словесное в том числе. То есть нам нужен, да, какой-то признак объекта, чтобы объединить его с другими объектами. Это и будет понятие. Вот перец, сам по себе непонятие – это слово. Вот перцы, да, ну, вообще, совокупность всех перцев – это понятие. Да, свойства. У неё самой внизу написано, что это свойства, более похоже. То есть понятие – это как? Знаете, это идея Платона без идей Платона, по сути, да. То есть, ну, вы понимаете, что такое идея Платона, да, есть у всех предметов, есть идея. Там вот это универсаль, универсаль, но без онтологической значимости при этом. Вот как-то так вот это было, вот что такое понятие. Ну, ладно. Только понятие, давая им характеристику, это уже называется суждением. Например, зелёный – это тоже понятие, красный – это тоже понятие. Но если мы объединим, например, зелёный перец или, там, не знаю, светлое окно или белый кирпич, то это… Ну, сами эти слова пока не понять, ну, вот, типа, надо, надо к какому-то, чему-то общему их приводить. Ну, то есть, надо как-то их определить, наверное, в том числе. Если мы их просто не определим, ну, типа, это просто слова пока что. Уже суждение, то есть группа каких-то понятий. На русском языке мы называем это словосочетание. И, соответственно, умозаключение – это… Далеко не всякое словосочетание является суждением. Ну, например, иди нахуй – это не суждение. Принеси мне стул – это не суждение. Ты дура – это суждение, например. Вот, там, не знаю… У тебя на голове прыщ, например, это суждение. Но это неправильное суждение, потому что это не прыщ, это родинка. Вот, вот, например, суждение. Вот. Это уже некоторый вывод, который мы делаем на… То есть она здесь что-то вот лишнего. На базе некоторых суждений. То есть мы берем несколько суждений, анализируем что-то в голове и выдаем третью информацию. Например. Зеленые перцы невкусные – это умозаключение? Блин. Чего? Я попробовала. Это сейчас будет смесь чувственного и рационального уровня. Я попробовала зеленый перец, попробовала красный перец. Не, суждение – это, в принципе, что-то вроде того, что, не знаю, все люди смертные. Сократ – человек. Вот это первое суждение, второе суждение и вывод. Вот у нас полное умозаключение, например, появляется, в котором у нас все люди смертные. Не знаю, Сократ – человек, Сократ – смертен. Вот. У нас три суждения ставятся таким образом, что одно следует из других. Ну, например, селогизм – это, да, классическая форма умозаключения здесь. Я тоже не понял, из чего она вывела, что они невкусные, никакой предпосылки нет, соответственно. Пока что. Еще посмотрим. Красный мне понравился, а зеленый был очень кислый и горький. И я делаю вывод. Ммм, красные перцы вкусные. Потому что спелые. А зеленые – неспелые. Ну, это в каком-то смысле похоже на плохой индуктивный вывод, честно говоря. Это похоже на очень плохой и неполный индуктивный вывод. Да, так-то… Так-то в целом, знаете, приебаться, не приебаться, можно ее простить. Она плохо объяснила, что такое умозаключение. Но ее можно простить. Ее можно простить. А-а-а. И невкусные. Видите, это… Да-да-да-да-да. Суждение будет про кислый и горький. Да. Это какая-то… Она может быть неправильная, но это то, как… Как мое мышление проанализировало текущую информацию чувственного опыта. Я попробовала два перца и сделала себе вывод, что если перец зеленый невкусный, то красный вкусный. И объяснила себе как-то почему. И это уже… Объяснила себе как-то почему, блядь. Да, блядь, вот так и по заключению работает. Блин, ладно бы она за последние несколько лет поняла, как это работает, было бы неплохо. Потому что она этой хуйней уже давно занимается, честно говоря. Окей. Окей, 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 окей. Есть такое понятие, как понятие перца. Окей, согласен. В некотором роде такое есть. Зеленый перец, запятая почему-то, невкусный перец, я не понимаю, что это значит, да. Ну, например, ну, суждение зеленый перец, невкусный перец вместе, если бы оно было, было бы более-менее, да. Зеленые перцы невкусные. Зеленые перцы невкусные. Соответственно. Ну и со… Блядь, стопа, у него в умозаключении зеленые перцы невкусные вообще находятся. Что за хуйня, что за хуйня, блядь, там творится. Заключение. На самом деле, форма рационального познания, форма чувственного познания в целом процесса… Это у нее два разных суждения через запятую. Зеленый перец – это не суждение. Ангус, это не суждение. Невкусный перец – это не суждение. Зеленый перец, невкусный перец – это суждение. То есть, ну, тетенька, она немножко, это, как-то себя немножко опять закопала. И серьезно, она могла бы разобраться. Потому что это даже на уровне ЕГЭ, наверное, не очень круто. Если кто-то нормальный будет это проверять на ЕГЭ, он просто охеряет. Распознание вы можете изучить благодаря одному из моих уроков на этом YouTube-канале. А мы с вами сейчас пойдем на все-таки мышление. Мы же собрались поговорить про него. Итак. Вообще, зеленый перец – это вообще понятие, на самом деле. Ну, так-то. Есть перец – понятие, есть понятие зеленый перец. Соответственно, ну, мы можем определить. Вот есть перцы, есть перцы, которые являются, имеют цвет зеленый, да, соответственно, понятие зеленого перца. Можем это определить, можем определить, короче. Все нормально. Вот у нас универсалия, короче, есть определенная. А, все готово. И дальше суждение идет. Зеленый перец, не знаю, выебал твою мать в рот, блядь. Да. Ужасно. Познакомимся с определением. Я пока уберу все лишнее. Потом обведу еще раз. Итак, мышление – это способность к познанию существенных свойств и связей. Кстати, из Википедии. Оно буквально из Википедии. Мой вам совет, когда вы первый раз берете какое-то определение, особенно такое большое, сложно, не читайте то, что… Не читайте его. Не читай. Просто не читайте его. Да, потому что, видите, это уточнение, каких именно связей. В целом, вы можете даже не использовать это в определении. Итак, это способность к познанию существенных свойств и связей, объектов, выходящих за рамки чувственной информации и практического опыта человека, а также отражение в сознании субъекта наиболее существенных свойств объектов, взаимосвязей, между ними закономерностей их развития. Так, ну что, давайте посмотрим само это определение. Так, способ к познанию существенных свойств и связей объектов. А если мы мыслим не об объектах каких-то конкретных, что тогда? Выходящих за рамки чувственной информации. А если мы мыслим о том, что не выходит за рамки чувственной информации? А если мы мыслим о том, что находится в рамках практического опыта человека? А если мы исследуем способность к познанию существенных свойств и связей в практике, например, и они находятся в рамках практического опыта, допустим, это уже не мышление будет. А также отражение в сознании субъекта наиболее существенных свойств объектов. Так, стоп. Это способность к познанию или к отражению все-таки существенных свойств объектов? Потому что немножко разные тоже штуки. Объектов, наиболее существенных свойств объектов, взаимосвязи между ними, закономерности их развития. Очень разные штуки. Да, это полностью заказали. Очень разные штуки, короче, представлены. Сразу все в этом определении намешано. Ну и могли бы как-то, не знаю, его покороче укомплектовать. То есть, ну, например, я не знаю, мышление, 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 это способность, это способность же, способность к абстрактным операциям, например. К примеру, в целом было бы понятнее тогда, наверное. Сложно. Давайте разбираться. Итак, ну, способность... Давайте. У меня определение, в принципе, не очень нравится. Мне кажется, опять какой-то марксистская из, собственно, какой-то методички для марксоидов, возможно. Ну, окей. Способность к познанию достаточно понятная фраза, если мы смотрели с вами, да, и вы смотрели прошлые уроки. Способность к познанию, это значит, что... А если познание не происходит? Вот еще вопрос. Ну, то есть, познание возможно, когда есть знание. А если знания нет? Если мы там агностики или скептики, или там софисты, или еще кто-нибудь, что делать тогда? Мы тогда не мыслим, получается? Также вопрос возникает. Вот Кортезий говорил, мыслю, следовательно, существую. То есть, он занимался познанием, когда опровергал все возможные вещи. Ну, типа, вот он опровергает и говорит, вот это нет, вдруг злокозненный демон, вот это тоже нет, вдруг злокозненный демон, вдруг мир и симуляция, злокозненный демон опять возможно. Он называл это мышлением, я замечу. Но в данном случае он ничего не познавал. То есть, он называл это мышлением, но он, собственно, да, ничего не познавал. Как быть-то тогда, что делать, непонятно. Что мы можем... Никакие существенные свойства и связи он там, кстати, тоже не выводил. Кортезий-то, ну, туповатый был Кортезий, судя по всему, туповатый. Получайте какую-то информацию из окружающего мира. В данном случае мы говорим именно про умозаключение, да. Увидела какой-то непонятный пример, предмет, и благодаря тому, что у меня уже есть какая-то база, какой-то опыт в голове, я, соответственно, проанализировала такая... О-о-о! Я такая проанализировала, я такая... О-о-о! Это, скорее всего, вот это, да. Например, сейчас передо мной есть микрофон, он выглядит достаточно странно. Но из-за того, что ты видел много разных микрофонов в жизни, я такая... О, ну, наверное, это микрофон действительно из него... От него... Какое мышление! О-о-о! Какое мышление! Да, блин, у неё вообще нет теоретического сознания, просто, понимаете, вот теоретического сознания. Вот как выдал. Ну, то есть, она, в принципе... Она, в принципе, не может... Что, у неё зарплата 2 миллиона, что ли, в месяц? Илья, вы что, серьёзно? У него, у него идёт звук. Вот. Соответственно, способность к познанию, это некоторая способность... Не, она плохо объясняет, понимаете, что я... Я думаю, в ЕГЭ от вас требуется это определение, соответственно, да, но она его неправильно объясняет сразу же сходу, в этом её проблема. У неё вообще очень много проблем в этом плане с объяснениями всяких философских категорий, мы это уже давно замечали, она их просто осмыслять не может. Ну, потому что у неё познание приблизительно происходит вот так вот, типа... О! Я там иду, смотрю, и такая... О! Понимаете, вот у неё вот так умозаключения происходят в голове. А, поэтому она объяснить нормально не может, а что такое мышление? Собирать информацию из окружающего мира. Причём и чувственными, и рациональными способами, скажем так, на разных уровнях. Дальше. Соответственно, в этом процессе получения информации мы анализируем какие-то объекты. Объекты – это всё, что нас окружает, на этом даже зацикливаться не будем. Стоп. Как... Что делать, если мы исследуем с помощью мышления то, что нас не окружает? Что нас интересует больше? Что это выходит за рамки чувственной информации? Смотрите, чувственная информация, ещё раз повторю, вот, например, я сейчас руки на стол опускаю, и стол очень холодный. Вот факт того, что мои рецепторы, мои органы чувств, осязания, поняли... Ну, вернее, они не поняли, они почувствовали какое-то раздражение, это раздражение было мной проанализировано, и вот я такая, о, это холодно, да. Вот это чувственная информация, информация из моих органов чувств. Щётки потрогала зачем-то, информация из моих органов чувств. Если мы говорим с вами про рациональную, это уже какой-то... какая-то информация в голове, да, то есть это переработка информации. Мы сейчас перейдём к анализу, синтезу и так далее, и так далее. О, анализ синтеза, классно. Дальше, соответственно, как оно происходит? Происходит через отражение в сознании. Вот здесь вот сложнее. Что такое сознание? Я понимаю, что я вас гружу, но на самом деле... Ой, блядь, чё такое сознание, ребят? Ёптовая мать. Ой, сейчас начнётся. Сейчас начнётся, да, феноменологическое сознание, сознание действия. Или нет? Это очень интересная тема. Смотрите, у нас есть человечек. О, началось! Ну, отсловите, аналитическая философия. Сейчас будет сложная проблема сознания сформулирована. Готово, ребят? Человечек. Нам на самом деле... Нужен сам человечек, поэтому я её немножечко уменьшу. Нам нужен головной мозг человека. Вы знаете, что головной мозг это... Орган. Соответственно, у головного мозга есть разные функции. Одна из самых значимых функций, которая отличает нас, например, от животных, это сознание. А ты с чего это вообще взяла, что она, во-первых, отличает нас от животных? Жесть. Жесть, 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 жесть. А с чего она взяла? Сознание. Вы для себя можете сознание представить, как воображаемый мир у вас в голове. Всё охуительнее и охуительнее. Зачем она вообще про сознание рассказывает? Нет, просто в этом определении отражение в сознании субъекта, в принципе, здесь сознание довольно, ну, нормально понимается, судя по контексту. А когда она начинает рассказывать про сознание самостоятельно, получается какая-то хуета, какой-то воображаемый мир. Воображаемый мир, где? Я часто люблю знания представить, как воображаемый мир у вас в голове. У нас в голове. Так проблема в том, что то, что ты называешь у нас в голове, это и есть сознание. То есть, вот в её терминологии не мир воображаемый, это сознание, а у нас в голове. Вот то, что она подразумевает под словом у нас в голове, это и есть сознание, по определению сознания, собственно. Вот. Когда люди говорят о сознании, вот то, где реализуется ваш внутренний мир, вот то, через что вы вообще самого себя ощущаете, и как бы анализируете, и опыт, и мысли ваши, и всё остальное, вот это и есть сознание. Вот это вот зона реализации. Она не излагает то, что требует экзамен, во-первых. Во-вторых, она слово сознание не понимает, а она излагает своими словами какую-то хуету, понимаете, в чём дело? То есть, ладно бы она их просто забила на слово сознание. Я просто уверен, что в ЕГЭ вот просто определение надо это привести. Приводишь определение, ты молодец, тебя по головке гладят и отпускают дальше. А если вы так объясните слово сознание, вас на кол посадят, надеюсь. Я часто люблю приводить пример, что сознание это некоторая библиотека, которую мы храним в голове. Да? Ну, собственно. Как бы сказать? Как бы это сказать? Сознание это, ну, если мы к такой метафоре прибегаем, сознание это скорее помещение. Внутри помещения находятся книги, это и это, ну, собственно, книги, книжные полки и так далее. Сами книги и книжные полки не есть сознание. А само пространство, где это реализуется, это сознание скорее, да. Благодаря нашему ображаемой библиотеку, в том числе. Сознание очень красиво показано в фильме «Головоломка». Почему её не остановить? Почему она не может остановиться? В мультфильме, вернее, «Головоломка» там вот тоже вот это... Нет, этого нет в общество знания. Нету мультика «Головоломка» в общество знания, ребята, нету. Нету там такого. Зачем она это говорит, блядь? Ааа, какое сознание? Как он показан в мультике «Головоломка». Мультик, кстати, хороший, мультику респект. Мультику проблем нет. Ну, нету там этого, ну, нету, блядь. Там и слово «сознание» объяснять не надо, скорее всего. Особенно так не надо. Если вам и надо по ЕГЭ в общество знания определять слово «сознание», вы просто «сознание» и определение даёте. Всё, она объясняет, что было понятно. Так непонятно, Лунтик! Непонятно! Она неправильно говорит, и неправду говорит, и ерунду какую-то говорит, и ещё к мультику апеллирует. Фух, кринж. Вот воображаемый мир, да? Так вот, сознание – это функция головного мозга. Но вы можете для себя... Ну, окей, правда, большинство аналитических... Ну, ладно, что многие аналитические мыслители так не считают. Но их, как говорится, мы слушать не будем. Чтобы было какое-то представление, представьте, это как вам. Так если люди поймут это под сознанием, они не будут понимать, что такое... Что понимают под сознанием нормальные люди, здоровые. Понимаете, в чём дело, Лунтик? Она объясняет понятие сознания, но она его не знает, она им не владеет, оно ей это не нужно, она его объясняет неправильно, и... Ему вообще не нужно здесь объяснять! Его не нужно здесь объяснять! Можно просто освободиться от этого и просто лишить тебя возможности. Ну, отражение в сознании субъекта. Всё, забили, поехали, уехали. Короче, всё, понимаете, Лунтик? Всё, нормально, не надо ничего объяснять. Расслабься, chill out, короче, отдыхай. Не надо мультики приводить там, не надо ничего в примере приводить, потому что, ну, ты не знаешь сама. Во-первых, а во-вторых, ну, это абсёрд. А... А... Воображаемый мир человека внутри его головы, да? И вот, мышление, это когда мы отражаем наиболее существенные свойства объектов и взаимосвязи между ними, закономерности их развития, в голове. Что это? Какой голове? Значит, это значит, что когда я получаю какую-то информацию извне, ну там, не знаю, увидела коробочку, коробочки вот такой вот памятик, увидела коробочку. Как я люблю эти примеры, милота. Так. Я существенные свойства, ну там, не знаю, цвет, форму и так далее, свойства какие-то выделяю, свойства вот эти существенные, объекты. Так, я могу эти свойства проанализировать при помощи той информации, которая уже накопилась в моей голове, ну потому что мы к моменту даже незрелости, на самом деле мы копим вот этот вот опыт, мы копим вот эту информацию всю свою жизнь, всю сознательную жизнь, всю бессознательную жизнь, мы копим информацию. И я могу эти свойства, скажем так, отцифровать. Я могу понять, что это за свойства. Какие? Ну давай, попробуй. Я могу установить закономерности, например. Какие? Давай. Я раньше видела подарки, и теперь я могу понять, что передо мной подарок. Я могу понять, что это бантик, я могу сказать, что... Это же автоматически всё происходит. Обычно. То есть это не вполне хороший пример, потому что это, скорее всего, несколько другой процесс, отличный от мышления. То есть, нет, мышление является выделением свойств. Просто мы не все свойства выделяем не автоматически. То есть мышление – это как раз такая попытка не автоматически отделить одни свойства от других и делать с ними разные абстрактные операции. Вот как-то вот так вот это получится. Так вот. Просто она сейчас выделила свойства, которые мы фиксируем автоматически. Ну, например, стул. О, я вижу стул, на нём можешь сидеть. Я не сижу и не думаю. Так, а стул ли это или не стул? И можно ли на нём сидеть или нельзя? Я вижу стул, и я сажусь на стул и даже не думаю о том, что на нём можно или нельзя сидеть. То есть у меня уже это вне процесса мышления заложено. Понимаете, в чём фишка-то? Понимаете, в чём основная фишка-то заключается? В этом она, собственно, и скрывается. Вот. Скоро Новый год, значит, это, ну, есть шанс, что получит подарок кто-нибудь, я, например, да, и так далее. Видите, какая логика? То есть, грубо говоря, мышление – это способность, да, нас. Это способность нашего головного мозга, способность человека выделять какие-то существенные... Ну, у тебя она опять немножко не о том. То есть, процесс, может быть, да, по одному свойству похож, потому что мы выделяем какие-то свойства. Но просто в одном случае это автоматические свойства, в другом случае, ну, мышление, оно позволяет не автоматически делать. ...свойства и взаимосвязи, закономерности, когда мы изучаем окружающий мир. Вот как-то так. И никак иначе. Сейчас мы дальше пойдём понемножечку, и вы будете всё больше и больше понимать, как оно работает. Давайте мы с вами начнём с особенностями. Ну, к подъёбу к ней всё понятно. Она какие-то сознание начала объяснять зачем-то, непонятно зачем, слишком много лишнего. Относительно определения мышления, ну, вы тоже поняли, мне кажется, оно не является избыточным, оно слишком, короче, сложное. Оно сразу взято, куча там терминов наброшено, очень много терминов туда закиднуто. И ты сидишь и смотришь, и такой, тут сознание, тут тебе и сознание, и отражение, и свойств, и несвойств, и объектов, и ещё чего-то. Короче, определение какое-то мусорное получается, довольно такое вот громоздкое. Какие у нас есть особенности мышления? Пункт первый. Мышление социальное по природе. Ну, это марксизм, походу. Это значит, что мы мысли так, как мысли окружающие нас люди. Это вот, знаете, сейчас очень модное направление среди блогеров, если вы на кого-то подписаны в инсте, в ютубчике. Очень часто говорят, что всё зависит от вашего мышления. То, как вы мыслите, то так вы и живёте. Если вокруг вас богатые люди, вы тоже станете богатым. Вот это про социальность мышления. Ладно, окей, допустим. Собкадр 10 из 10. Мы мыслим в тех категориях, теми понятиями, которыми мыслят окружающий нас люди. Вообще-то, не обязательно. К подъёбу к ЕГЭ, это не обязательно свойство. Мы можем придумывать и свои понятия, и создавать новые категории. Бля, включила не ту инфо-цыганскую пластинку, есть такое. Она оправдала инфо-цыган только что? Да. Грубо говоря, чтобы вы поняли, да? Грубо очень грубо. Если вы выросли в семье учёных, у которых за столом всегда светские разговоры, скажем так, да, где они обсуждают какие-то политические темы, какие-то научные достижения. Не, ну, есть определённые социальные вещи, конечно. Но тут есть и другая проблема. Есть ещё внесоциальные объекты мышления. Ну, например, то так называемое продуктивное мышление, которым я обычно щеголяю и рассказываю вам про которое. Вот это самое продуктивное мышление, ну, по сути, это выход за пределы социальности по природе. И так далее. Если вы выросли в такой самой простецкой семье, где иногда и крепкое словцо за столом, а иногда и вообще молча. А вот это вообще не факт. Вообще не факт. Смотрят какие-то весёлые комедии и в целом не обсуждают ни науку, ни политику. Самая простая семья. Я в такой быдло. Например, росла. Ну, быдло, быдло подняли. То у вас будет другой образ мышления. Если вы, например, попадёте в окружение ребят, которые считают, что ЕГЭ вообще невозможно сдать круто. Всё, что вот люди поступают на бюджет, сдают на сотки, поступают в вузы, зарабатывают миллионы. Это всё обман. Привет, Янкел, ещё раз. Это шикарно. Например, попадёте в окружение ребят, которые считают, что ЕГЭ вообще невозможно сдать круто. Всё, что вот люди поступают на бюджет, сдают на сотки, поступают в вузы, зарабатывают миллионы. Вот это череда, вот это последовательность жизни. Вот это череда, вот это череда, последовательность. Сдаём на сотку, поступаем в вузы, зарабатываем миллионы. Какая она череда по жизни получается охуенно. Ух, как она хороша. Всё, обман. Да, вы тоже будете думать похожим образом. Проблема заключается в том, как бы вы ни думали, это ещё не факт, что вы сдадите ЕГЭ. Особенно после вот такого вот выступления, я не знаю. Более того, не факт, что вы миллионером станете, даже если очень будете по-миллионерски думать. Думать и делать разные вещи. А уф, правильно, Ильяс, это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, вам в целом ничто не гарантирует, что вы даже продерживаетесь в том же самом вузе. Вдруг у вас, ну, не знаю, невнимательность какая-нибудь сформированная. Очень-очень жёстко, да, биологически. И бывать нихуя не получится. Вдруг у вас ещё какие-то проблемы, там, допустим. Вам сложно сосредотачиваться. Приветствую, Ирина. Приветствую. Если можете, попробуйте её, собственно, позвать. Соответственно, она не школьный учитель, вообще-то, Вячеслав. Да, ваше мышление может развиваться иначе, чем у вашего окружения. Но это значит, что у вас есть какое-то другое окружение, благодаря которому вы развиваетесь. Грубо говоря, социальность мышления – это когда мы думаем так же, как люди вокруг нас. Разумеется, не один в один, но какие-то признаки отчётливые есть. Пункт 2. Мышление неразрывно связано с языком. Ну, кстати, тоже вполне в духе философии 20 века. Вот. Но неразрывно связано с языком. Неразрывно связано с языком. Но это вообще стандартная тема для философии 20 века, просто, ребят, на самом деле. Ну, тут смотря, что мы понимаем под мышлением, на мой взгляд, на мой взгляд, если мы понимаем под мышлением операции со всякими, в общем-то, формальными объектами, типа слов. А, нет, всё равно нет, хуйня, математика же есть. Ну, типа, всё, ребят, математическое мышление является мышлением? Ну, вроде является. Образное мышление существует? Вроде тоже существует, да, как-то о нём говорят. Тоже мышлением называют. Ну, вот языковое мышление тоже есть. Ну, значит, существует как минимум два типа мышления, которые не привязаны к языку. Из этого, наверное, уже какие-то проблемы тоже следовать могут. Ну, то есть неразрывно связано с языком, а что вполне разрывно, на самом деле. Можно разорвать. Ну, определение надо вспомнить, конечно, сейчас. Выделение свойств, да-да-да, объектов с помощью, да-да-да, да-да, да. Да не, в принципе, не обязательно следует с того определение, неразрывно связано с языком. Тут нужно сразу сказать, что язык – это не физический, вот прям, не биологический орган, да? Это надо пояснять? Это реально надо пояснять, блядь, что? Не он. Язык – это, соответственно... Блядь, да ты что будешь объяснять детям, что такое язык? Что? Ой, ладно, что это? Знаково-символьная форма некоторая. То есть у нас же есть русский язык, английский язык. Зачем ты объясняешь, что такое язык, блядь? Если ты не можешь нормальное определение даже дать. Ну нахуй! Мне кажется, она сама себя закапывает. Это вот самая большая ее проблема в том, что она не может нормально объяснять ЕГЭ, она сама себя закапывает и делает только хуже. Какие-то стендапы про язык неожиданно. Да, азбука Морзе. А я уже пропустил. Тогда после этого видоса давайте чекнем. Так вот, мысли человека закрепляются в словах. Мы мыслим понятиями, мы с вами уже об этом говорили. Да? Есть такая хорошая фраза, такое хорошее как выражение. Можно бесконечно учить английский язык, но думать вы всегда будете на русском. Да? Вот высшая степень овладения языком, на мой личный взгляд, это когда вы способны мыслить у себя в голове, когда ваш голос в голове, да, разговаривает на языке, который вы изучаете. Мудро. Это значит, что ваше мышление уже полностью пропитано другим языком. По-русски еще раз. Мы мыслим какими-то понятиями. Следовательно, существуем. А понятия относятся к какому-то языку. Ну, например, на русском собака это собака, на английском это... Блин, у нее реально, у нее очень большой провал в области философии. Прям очень большой. Мы вроде бы смотрели видосы, где она про экономику и политику, в общем-то, объясняет. Она там объясняет нормально. То есть она там объясняет, как нормальный взрослый человек, соответственно, и нормальным взрослым людям. Дает понятные определения, нормальные выводы из них делает. То есть, когда она в экономику и политику пытается заглянуть, там у нее все ок. То есть, она умеет, короче. Она, в принципе, могла бы нормально с этой темой даже разобраться, я думаю, со всеми этими темами. А, нет, Лунтик, вы не понимаете. Есть такие темы, которые она объясняет нормально, хорошо, эффективно. То есть, а здесь она объясняет непонятно, нехорошо, неэффективно, допускает ошибки, какие-то глупости начинает говорить и так далее, так далее, так далее. То есть, это все лишнее. Долго. Вот. Мы как-то запоминаем информацию. Нет, она просто уже много лет преподает. Было бы неплохо подтянуть, на самом деле. И вот в данном случае язык... Так нет, Лунтик, я еще раз объясняю. Она, когда на тему, в которой разбирается, начинает рассуждать, она там нормально рассуждает, как нормальный здоровый человек. Она просто в философии вообще не разбирается. Это да. В этом фишка. И это плохо для школьников. Это, соответственно, уже средство выражения наших мыслей. Если бы не было средства выражения наших мыслей, люди бы вокруг не понимали, о чем мы думаем, как мы думаем, а можем ли мы вообще думать. На самом деле, мы не можем до конца утверждать, что человек, который вообще не разговаривает, мыслит. Там выше в чате писали, что не мы и не мыслят. Я проигнорировал. Я проигнорировал просто потому, что это не единственный вариант. Но вверху действительно оказывается... Уважаемый человек наверху, кто там говорил, кто это сказал. Илья сказал, не мы думать не умеют же. Да, 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 да. Вот и она о том же. Вот. Мы можем судить в каким-то его действием, конечно. Но в целом нужно понимать, что мышление связано с языком. Язык это не только речь. То есть есть речь, есть язык. Есть письмо. Соответственно, язык это и письмо, и соответственно, речь. Ну, еще что-нибудь, наверное. Потому что мы мыслим при помощи, соответственно, языковых символов каких-то. Дальше. Окей. Мышление связано с обобщенным отражением действительности. Это очень интересно. Поскольку мы можем наше сознание представить как большую библиотеку. Я вам уже про это говорила. Не надо. То мы можем также представить, что мышление как таковое, оно объединяет характерные признаки предмета. Здесь я часто рисую вот такой рисунок. Ваша задача сейчас сказать, что это такое. Это еще не конец рисунка. Погодите. Я художник. Я так вижу. Дальше. Часуха нет. Обобщенное отражение действительности это выведение общих понятий. Блять. Типа. Вот так. Введение общих понятий, подруга. И вот так. Что перед вами? О, ну может... Стоп, 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 стоп. Может она выводит, а сейчас понятие деревьев, наверное, через абстракцию такую. Может быть, слушайте, может она поняла даже. Оракуле, преподаватель, да? Перед вами деревья. Да, да, допустим. Ну. А у всех этих деревьев есть общие признаки. У них коричневый ствол. Не у всех деревьев, я думаю, коричневый ствол, кстати. Я что-то припоминаю, что вроде есть более желтоватые какие-то деревья с желтоватыми стволами. Зелёная какая-то... Далеко не у всех деревьев зелёные, в общем-то, листья. Листва, не листва. Так вот, нашему мышлению свойственно хранить информацию... У берёзы, да, белый. Не про каждый отдельный объект, да. Грубо говоря, когда я иду по улице и вижу что-то, у чего... На самом деле, общие свойства... Есть зелёные листья и коричневое основание. У кустарников. Многих. У многих кустарников. Ты бы назвал их деревьями. Но на самом деле, деревья отличаются от кустарников и много чего ещё скорее по своим морфологическим свойствам. Они по зелёной кроне и коричневому, собственно, стволу. Ну, во-первых, да, у них есть ствол. Один единственный. Иногда, может, несколько стволов. Есть крона какая-то, да, соответственно. Есть какие-то листья или их заменители, типа иголок. Или там вот пальмовые листья, соответственно. Типа, да, корни есть определённого формата. Есть кора вокруг них, соответственно. Деревья также должны обладать определёнными размерами, соответственно. Вероятно, да? Хотя бонсай считается деревом или не считается, ребят? Бонсай, бонсай. Давайте я вспомню. Ну, бонсай. Ну и вот так вот мы выделяем общие признаки. В принципе, да, бонсай. Это реально карликовые деревья или это пиздёж? Я не знаю. Так, искусство выращивания и точной копии настоящего иногда карликового дерева в миниатюре. Вы знаете, что такое? Что с бонсаем? Ничего не понимаю про бонсай. Я в голове своей бегу в отсек. Так, Андрей, я думаю, у неё отличные отзывы по подготовке к ЕГЭ прежде всего, потому что она реально хорошо преподает экономику, политику, право, вот эту всю хуйню, которая вот из социального, юридического вот этого дискурса. У неё там всё отлично. У неё там реально всё норм. Мы смотрели, там всё нормально. Там есть, конечно, там вроде был какой-то небольшой кринж, но небольшой кринж норм. А когда она в философию начинает лезть, тут начинается просто тотальный кринж. Деревья. И только в этом отсеке я уже нахожу вид дерева. То есть информация в нашей голове хранится через какие-то обобщения, через общие свойства. В данном случае общие свойства – это там деревья. Причём даже вот так вот будет. Зелёные листва, коричневый ствол. Это очень условно, это очень упрощённая информация. Ну ладно, допустим, если очень условно, допустимо. Чтобы вы понимали. То есть я вижу вот это, зелёные листья кора, в голове у меня это сразу отходит в отсек деревья. Всё это происходит за долю секунды, поэтому нам очень тяжело часто понять, как оно работает. Но если это работает автоматически, то это не вполне мышление. То есть мышление вы контролируете. То есть вы сами выделяете определённые аспекты тех или иных, в общем-то… Ну вы поняли. То есть в мышлении вы сами находите, о чём вам конкретно важно. Вот по каким категориям нам отличить дерево от недерева, например. Что отличает дерево от недерева, например. Или там, не знаю, животное от рыбы, например. Что отличает. Вот. Это всё бежит в отсек деревья. И дальше мы уже выбираем гиль. Она немного путает некоторые свойства восприятия с мышлением. Вот в этом тоже проблема начинается. Но хранится у нас это в голове при помощи обобщений. При помощи того, что мы соединяем какие-то общие признаки. Различные. Мой человек в лесу охуевает. Признаки. Мы соединяем воедино свойства предметов. Иначе бы у нас в голове было слишком-слишко много информации. Согласитесь, легче хранить вот так вот. И дальше уже делить на виды, чем хранить отдельную информацию про каждое отдельное дерево. Ну, кстати, вроде бы есть отдельные племена, которые вот так вот и хранят у себя информацию о каждом отдельном дереве, о каждом отдельном объекте на той или иной территории, на которой они проживают. То есть, есть одно племя, по крайней мере, которое так делало. То есть, это, возможно, даже не универсальное свойство человечества вот так вот делать. То не называть их деревьев. Если бы мы просто знали, что существуют елки, пальмы, лиственницы, клены и так далее, и так далее, то у нас в голове было бы прям нагромождение. Так это тоже виды. Ну, вот как раз и есть виды. Деревья – это более обобщенная группа, но неважно. Поэтому оно как бы складируется по общим темам, по тематикам, по блокам. Да нет, там реально норм. То есть, ну, там реально просто норм. Она там даже выдумывает меньше. Она более как взрослый человек там рассуждает то, что, видимо, образование в этой области получил и что-то там понимает. То есть, она реально лучше разбирается во всём остальном, в обществознании, кроме вот этой самой темы, связанной с философией. Если хотите. Но с философией даже сейчас она, ну, как бы опростоволосилась. Дальше. Одна из самых сложных характеристик – мышление имеет опосредованный характер. Что это значит? Это значит, что человек в процессе мышления может опираться не только на чувственный опыт. Пример, да? Я потрогала, рецепторы раздразились, и я такая… Раздразились, блядь. Это холодно. То, что это холодно, я тоже помыслила, потому что я должна отличить холодное от горячего, например. Вот. Мы часто опираемся на предыдущий опыт. Да, то есть, меня же когда-то научили, что вот то, что я сейчас почувствовала – это холодное. У нас в памяти огромное количество каких-то знаний. И вот все эти знания, они имеют опосредованных… Вернее, то, что мы получаем в последующем, имеет опосредованный характер. Мы всегда обращаемся к памяти назад. Умышление личностный характер, да. Это значит, что мы мыслим все по-разному. Если вам дать одну и ту же задачку порешать, вы решите ее по-разному, скорее всего. Если вам дать один и тот же пункт из ЕГЭ по обществу знаний, вы порассуждаете по-разному. Собственно говоря, именно из-за личностного характера мышления, но с разной оценкой в школе. Потому что мы, мы по-разному. Так, что мышление, которое у вас, не совпадает с мышлением, которое от вас требуют преподаватели. Вот тогда это самая грустная ситуация. Потому что ваш образ мыслей начинает гасить, давить, да. Говорят, что он неправильный. А вы просто мыслите по-другому. Вот и все. Но обществу нужно, чтобы мы все мыслили одинаково. И последнее, да, но не по старшинству. Наше мышление... Мочи мышления. Включает себя эмоционально-волевые стороны. Когда мы испытываем стресс, мы не можем соображать. Кто-то, наоборот, может сообразить. Это очень интересно. Да, я, например, когда стрессую, я, наоборот, очень собрана. И не могу соображать после пережитого стресса. Кто-то, наоборот, в период стресса не может соображать. Кто-то не может соображать, когда он влюблен. Да. Почему не соображать? кто-то не может соображать мыслить вы исправили говорить когда он злится не я просто замечу янкил у нас здесь два уровня обзора да вот этой девушки во первых сам уровень и гэма оцениваем отдельно от высказываний данной женщины до соответственно там определение какие-то какие-то вещи какие-то категории ну здесь все вот что что промышление говорится многие философы бы конечно оспорили и вообще мне не нравится зачем они в егэ преподают философию псевдофилософию если ее там просто не хватает не нужно ее не нужно там вообще засовывать а с другой стороны второй уровень нашего разбора это разборы вот этой вот прекрасной дамы просто особенности мышления а я не сказал вам приятно влюбленный не мой человек в лесу если вы хотите забрать два файлика специально подготовленные мной для подготовки к экзамену тогда вы можете зайти в комментарии перейти по ссылочке в описании там она указана прям подписано и вы можете забрать два бесплатных файлика блин ирина ничего сразу с панчей начинаете подготовки плохо экономика но мы пока идем дальше итак мы обратимся к формам мышления о форме мышления как несложно догадаться эти те же самые формы что формы рационального познания у круто я их вам уже изи 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 бризи поехали поэтому мы здесь долго здесь не будем ура что все эти формы вам обязательно нужно знать суждение и умозаключение как раз таки перец зеленый перец зеленый перец не является суждением лол блять ну чё за хуйня то чем ты это повторяешь каждый раз суждение что то есть что то например там не знаю ирина есть не знаю женщина например андрей рашен есть пидар раз блять например да там не знаю у девушки на лице есть какие-то родинки вот например да девушка увеличила себе губы тоже да то есть мы указываем не знаю на что-то что произошло что есть в мире а а перец понятием у нее же тут же определение четко и приводится но блин мы можем представить перец как типа понятия ну типа даже без определения ну максим короче из эпоху его тут у нее про суждение не приведено зеленый перец это тоже понятие потому что вот у нас из перец а есть зеленый перец пупырышками а я зелёный перец зафаршированный какой-то хуйню есть зеленый перец это еще не суждение с ним это ничего не произошло мы его ни с чем не сравниваем зеленый перец и тут суждение есть вкусный например да но ты ли про зеленый перец вкусный на английском это было бы но как бы через секунду назад отмотает там определение по курсу и гашнему окей мысль отображающая единство всех существенных свойств и взаимодействие объекта познания блин я могу просто представить что за словом перец потом последует нормальное определение понимаете в чем дело максим на вот по форме мы можем представить себе определение слова перец но мы не можем себе представить суждение в котором ну блин перец есть зеленый ну может быть но скорее мы представляем себе ну то есть ладно может быть и можно как-то здесь натянуть но это не самый лучший способ да то есть перцы зеленые вот да все перцы зеленые суждение вот по суждению классическое суждение было бы все перцы зеленые а зеленый перец звучит как типа ну просто очередной вид какой-то вид или подвид то есть есть перец из красный перец и зеленый перец и синий перец и желтый перец из фиолетовый перец есть там оранжевый перец например все все это как вот как понятие отдельные можно рассматривать так что хуй его знают а перец невкусный мы указываем на некоторые его свойства тоже перец есть невкусный получается звучит по-русски конечно кринжово но подразумевается именно тогда то есть перец кринжовый перец невкусный вы поняли вы поняли перец невкусный вполне так все осуждения не за сожри этот перец это не суждение совершенно другой род высказывания как-то там этом и лукативный перлокативные там короче ось остина философ остин рассказывал про разные типы суждений когда там где подразумевается лакуции там и лакуции так далее так далее так далее да но это не так важно просто вот она приводит это вообще нестандартные штуки страны вам обязательно нужно знать суждение и умозаключения это как раз таки перец зеленый перец зеленые перцы невкусные а вот красные вкусные где здесь умозаключение ну ладно блин у нас там вот это основная тема которая надо объяснить это же реально основная тема почему она приводит неправильные примеры и путает людей это вот это вот это плохо это основная тема она должна ее хорошо разжевать и пояснить она в двух в двух кейсах будет будет двух кейсах и вы будете а потом расходить это вкусно это невкусно там что-то вот это вот как-то ну вот так вот типа типа и все ночи чего кринж мы переходим к самому сложному по сути у нас осталось анализ мысленное разложение предмета на составляющего элементы для более ясного понимания для более ясного понимания можно убрать остальное оставить да правильно поддержим оттенки нам нужно с вами посмотреть операции мы шло допустимое допустимое определение хорошего полета и методы мышления и что такое операции мышления операции мышления то таким образом мы мыслим сейчас мы посмотрим конкретные примеры и станет легче понять что значит каким именно образом до личностный характер но мы все используем разные алгоритмы в голове как мыслить первые первое операции мышления это анализ анализ это мысленное разложение предмета на составляющие его элементы для более ясного внимания анализ это когда вы например вот говорят по анализируйте произведение вы же там выделяете разные темы которые поднимает автор у вас одно общее произведение и вы выделяете разные темы но я предлагаю запоминать следующим образом у нас часто берут кровь на анализ и опять анализы крови приходит результат в котором написано лейкоцитов столько-то тромбоцитов столько-то лейкоциты тромбоциты и тому подобное эритроциты эритроциты да именно это все составляющие крови то есть из одной крови мы как будто разделили на несколько о слушайте она здесь лучше это сделала чем в прошлый раз то есть она реально нормально пояснила что такое анализ крови прошлый раз когда мы смотрели она просто анализ крови и все забила и дальше не поясняла что там с анализом крови теперь она пояснила что мы берем кровь и потом кровь анализируем то есть разделяем ее на разные части что там в тромбоцитами эритроцитами там не знаю плестоцитами прочее там тромбоцитами и проще хуйней соответственно да 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 вот в этом и заключается анализ крови эту ошибку на исправил молодец здесь так и написано что это разложение предмета на части то есть одно делится на части вот это анализ противоположное ему соответственно синтез пример ваш тоже есть противоположная операция это синдег или соответственно мысленное объединение различных частей в одно целое. Синтез я всегда привожу на примере фотосинтеза. Слово фотосинтез все так или иначе знают. Это, соответственно, процесс в ходе как... Блин, почему она не приводит просто обычные нормальные примеры? Вот у вас есть... Ну, то есть, с анализом крови не так очевидно на самом деле, потому что, наверное, не каждый ребёнок сдавал анализ крови, и, наверное, не каждый ребёнок смотрел эти анализы, когда врача он, соответственно, посещал. И ввиду этого просто... Ну, тупо. Давайте я вам приведу пример через колоду Таро. Вот у нас есть целая колода Таро, целая колода Таро. И давайте я сейчас буду по карте анализировать. Беру одну карту, смотрю, это Император. Смотрите, анализ продолжается. Дальше беру эту. Тут Жезлов, смотрите, тут Жезлов выпал. Потом, смотрите, беру такой. Мне выпадает подавление неожиданно. Подавление выпадает. Потом я беру дальше, короче, и мне выпадает, соответственно, насыщенность. И знаете, я потом беру вот так вот, выделяю из этой колоды несколько вот этих вот карт. Смотрите, несколько карт, да, и я говорю, все колоды в этой карте Таро оранжевого цвета. Ошибочное осуждение, да, происходящее из моего анализа. Ну вот. Можно ещё на примере синтезатора. Да, блин, ну да, не очевидно. На самом деле, просто можно на очевидных примерах, там, не знаю, вот смотрите, у нас есть объект, который состоит из, например, А, Б, С. Мы начинаем разбирать отдельно А, Б, С. Вот. Вот мы отдельно берём А, мы отдельно берём В, мы отдельно берём С. Синтез – это когда у нас есть А, Б, С, и мы вместе их, соответственно, объединяем и смотрим, что из этого получится. А как здесь фотосинтез работает, я пока не понимаю, и это вообще неочевидно в данном случае. Дай бог мне память об биологии хлорофилл. Да, или что-то там ещё. Но все знают логику этого процесса. Листочек у цветочка есть, и в него много лучиков собираются. И вот вы себе представьте, что вот он у вас, листочек. Ну, просто раньше она с этими анализами крови даже неправильно поясняла. Я напомню, просто мы смотрели прошлое видео, вот. Вот, Кирилл, ответьте, вы объясняете, фотосинтез – химическая реакция из двух соединений образуется снова два, но других. Во, во, Кирилл, вот вы пояснили, в чём синтез. Ну, это просто неочевидно, и она сама сейчас ни хера не пояснит. Понимаете, в чём дело, Кирилл? Она не проясняет механизм, и поэтому люди не понимают, что такое синтез, исходя из этого. Много лучиков синтезируется. Понимаете, в чём дело, Кирилл? Вот в чём проблема. То есть, вот, наконец-то, она с анализом крови, наконец-то, додумалась, в чём анализ заключается. Это, очевидно, для не троечников. Вячеслав, блядь, чёрт, 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 общество знаний, нахуй. Какой, блядь, фотосинтез, вот чего, нахуй. Ну, вы серьёзно, что ли, вы шутите сейчас? Да? И в него собирается много лучиков. А-а-а-а! Поняли, ребят, в чём фотосинтез-то заключается? О! Ладно, сильно, мощно, мощно, как всегда. Нет, замечу, с анализом крови за последние годы она разобралась. Это реально было сильно. Ну, я не знаю, но зачем-то людям объяснять, что вот язык это не... А-а-а, язык А-а-а. А-а-а-а, язык А-а-а-а, хигао-фейс начинают делать. То есть много в одно. Так будет на ассоциациях запомнить легче. Если мы будем размышлять о дожде, раскатах грома, молнии, то соедини в их, поймём, что речь идёт о грозе. Видите, да? То, что раскаток грома, молнии. Объединяем. значит это гроза теперь сравнение самое простое когда мы непосредственно примере мегазорда а это было бы сильно согласен исследуем одну от двух объектов и сравниваем их по каким-то свойствам и признакам окей например а чё пример пример какой пример давайте я не знаю например мы берем и сравниваем землю вот так я не знаю лопатой что блять поставление характеристик княжны мэри и веры герои героинь наших героинь произведения герой нашего времени или часто сравнивают обломовые штольца да вот это все сравнение когда вы ищете схожие и отличительные черты обобщение мы с вами уже смотрели обобщение то соответственно когда мы ищем какой-то общий признак до воробьи канарейки и вороны это птицы поэтому вместо рассмотрения отдельного воробья мы можем рассмотреть свойства птиц в целом андрей вы не можете объяснять что-то как школьникам и при этом неправильно понимаете в чем дело подъем андрей не в том что она объясняет в общем то что то проблема в том что она объясняет неправильно тут много вещей были как бы было которое она просто неправильно объяснила и ребята от этого ну больше просто не поймут а поймут скорее меньше и не бог они запомнят эти примеры и потом из этих примеров попытаются вывести определение ну ладно в под последние пункты еще куда-то мне шло с лучиками конечно полный из разряда я не знаю не знаю даже как это описать ну да ладно абстрагирование мысленное отличение отряда качеств познаваемого объекта в целях появления и ясного понимания какого-то из них здесь тоже лучше на примере потому что здесь часто непонимание что такое абстрагирование если мы говорим о собственности как экономической категории то мы мысленно отвлекаемся от ее признаков как правовой категории еще сложнее обстраки ну типа да ну вот она ведь и по-взрослому начинает говорить когда говорит в рамках своей специальности это значит убрать что-то на что сейчас можно не обращать внимание пам-пам-пам ну давайте например у вас в жизни сразу несколько вам помпом проблем я думал мужчин например вас топят соседи и у вас не сделано домашка обществознания и вот вам мама говорит да абстрагируйся ты от этой домашки да именно так абстрагирование работает у нас есть главные проблемы сейчас потоп его нужно устранять то есть мы как бы отвлекаемся от какой-то нет абстрагирование абстрагирование это операция да когда мы отвлекаемся от некоторых свойств объекта для того чтобы анализировать другие свойства это был мой дизлайк я себе случайно поставил так что вот так вот ужасно печально но это не отвлечение в прямом смысле этого слова то не значит просто взять и отвлечься части слова абстрагирование и отвлечения не равны чтобы заняться другим единственное что здесь это все-таки говорите про один предмет где мы не смотрим на какую-то одну часть изучаем другую я привожу весьма лютые ебанутые скажем так примерно все да 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 я согласен ебанутые просто полностью как будто не детям и дебилам ну причем проблема в том что даже дебилы бы здесь ничего не поняли она приводит немножко и совсем неправильно вот именно что она не туда приводит своими примерами потому что отвлечение это не абстракция абстракция это форма отвлечения в данном случае от некоторых свойств некоторых объектов например абстрагируйтесь а вот от того что я сейчас поднял что это блять давайте по это ребят какого цвета давайте какого цвета эта штука неважно что это черная абстрагировались от всех свойств объекта и сказали что она черная например на самом деле это собственно короче штука для того чтобы подстригаться да это та самая крестовина выглядит как блять вибратор просто сорян стал наконец-то свой вибратор блять и показала предположим бы патолога она это врач который соответственно исследует причины смерти людей и вот перед вами труп и если бы вы не у меня похоже на вы и рваться тогда бы вы зацикливались на каждой детальке этого тупа вот вы смотрите и у человека вот здесь вот царапка какая-то да наверное на него напал дикий зверь но если вы отвлечетесь от этой совершенно ненужной царапки и вот так вот в целом посмотрите на человека то вы поймете что это утопленник по каким-то другим признакам то есть абстрагирование это отвлечение от чего-то что сейчас нам не нужно для исследования и что брови бреда анализ объекта дальше такие лютые примеры до модель ебанут ебанутые примеры могла бы и попроще сформулировать и поточнее лирование это исследование свойств и связи объектов действительности на специально построенных моделях все тоже достаточно легко чтобы изучать космос создают компьютерную модель солнечной системы чтобы там не знаю изучать экономические циклы тоже могут построить статистически экономическую модель вот теперь методы мышления о вот методы мышления о дедукция индукция классика дукция и индукция давай не ошибись давай старайся все предыдущие было операции по факту метод давай обещал к холмс только давай обойдемся без шерлока сегодня для мышления состоят из нескольких операций мыши прошлый раз она я помню она про шерлока пиздела много надеюсь на этот раз получится избежать этой проблемы вот в этом разница и так давайте начнем с примера дедукции зная что осенью все листья лиственные деревья меняют окраску мы можем утверждать что листья дуба тоже осенью меняют свой цвет что мы здесь видим мы из общего признака перешли к признаку отдельного растения мы соответственно из общего пришли к частному слово дедукция вы наверняка слышали по рассказам после по рассказам от шерлока холмса да из романа артура конан дойля или современного сериала от чего там и и бе-бе-си да и чп по моему но могу ошибаться так вот в романе совершена ошибка шерлок холмс мыслит не дедукцией а индукции он там говорит это дедукция ватсон но на самом деле он использует метод индукция если вам вдруг станет так легче можете запомнить так дело в том что шерлок холмс анализирует разные улики то есть какие-то частные категории часто это что-то одно и из этого делает какой-то вывод общий и когда мы из частного идем к общему это называется индукция а не дедукция вот и все теперь давайте посмотрим пример индукции зная что планета земля движется запада на восток можно предположить что все по она молодец все норм все норм все хорошо пойдем это солнечная система движется запада на восток то есть вот это частная мы перешли к общем знаю что планета земля движется с запада на восток можно предположить что все планеты солнечной системы движутся с запада на восток ну это ну очень уж ненадежный способ рассуждения в данном случае конечно ну типа можем конечно предположить но наверное мы посмотрим да чё какой запад и восток что вращаются может она имеет в виду вращаются запада на восток они движутся просто при движении планет действительно нет ни запада ни востока это какой-то кринж чем больше я думаю что здесь написано тем мне становится больнее стоп сейчас это сильно это сильно ну ладно давайте так основная проблема основная проблема здесь все же заключается в том что для доказательства того или иного тезиса мы соответственно приводим буквально один собственно примерчик один примерчик соответственно приводим и этого ну нам категорически мало для того чтобы сделать более менее нормальный индуктивный собственно вывод то что иначе мы могли бы считать нормальными индуктивными выводами в том числе и выводы исходя из одного примера личного опыта например мы из от признака одного сделали признак множества а здесь наоборот мы из множества сделали признак одного вот такая вот сложная но мне кажется очень интересная тема в этой теме вам нужно научиться соответственно выделять признаки давать определение мышлению всем операции мышления метода мышления а также знать особенности мышления если вас попросту например их проиллюстрировать во второй части если вам понравилось как я объясняю весь материал да вообще охуеть да вообще охуенно заебись я приглашаю вас стать участниками своей мастер-группы чтобы да 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 за хуй на писаться нужно написать кодовое слово на высоте для кодовое словосочетание на высоте мне в сообщении группы ссылочка и снизу в описании этого видео либо можно сканировать этот qr-код на всякий случай предупреждаю значит то что вы напишете кодовое слово на высоте словосочетание что нет ни слова что не предлога словом в общем это не обязывает вас записывать в мастер-группу это просто значит для меня что вы пришли с этого видео вы его посмотрели вас заинтересовало мое объяснение потом мы с вами уже обсуждаем я рассказывала стоп 28000 стоит вот это вот женщина 28000 28000 28000 реально 28000 лол лол я не буду и писать я не буду и писать перебор перебор короче писание объясняю как что работает и только после этого вы решаете действительно ли вы хотите стать участником мастер-группы грубо говоря это все на ваше усмотрение все добровольно все по вашему желанию если ваша подготовка зависит от ваших родителей то вы можете спокойно дать вашим родить запад есть запад восток есть восток наш номер горячей линии мы с ними тоже свяжемся вообще без проблем если вы вдруг родители смотрите этого видео то вы тоже можете написать нам кодовое слово на высоте и соответственно мы там же но это просто максим автоматический но она типа привела пример индуктивного суждения но в любом случае она так себе типа знаете суждения но беремся расскажем вам как все работает из важной информации поскольку нас есть образовательная лицензия то вы можете получить налоговый вычет если у вас официальная сочинга дохода можете получить налоговый вычет за образовательные услуги которые мы вам предоставляем эта информация для родителей работаем полностью официально можете посмотреть отзывы на нас просто в интернете в каких-то наших группах все на ваше усмотрение мы работаем долго мы действительно крупнейшим линд школа поэтому я так спокойно про все это заказ как будут строиться наши занятия это вот такие же занятия онлайн и в записи в первом полугодии их 12 месяц во втором их побольше все занятия которые вы проходите в конкретном месте доступны вам до конца учебного года то есть вы в любой момент можете пересмотреть переслушать и после каждого урока у вас разумеется есть домашняя работа по которой вы также можете задать любые свои вопросы вы можете задать вопросы по домашней работе по просто материалу егэ по урокам все что угодно все уроки веду я объясняю также понятно как я надеюсь вам показался в этом уроке не показалось как вы поняли в этом уроке и в любой момент смысл скип рекламу это самая важная реклама целого вопрос даже если в этот день нет уроков можете задать вопрос соответственно специальный чатик там ответят причем ответит не просто да нет а прям разбор на туда туда объяснения на любой ваш вопрос все уроки у вас будут храниться на образовательной платформе это очень удобно ну блин она все равно сексе ребят я ничего не могу поделать она сексе потому что если мы говорим просто про какие-то группы вконтакте там вечно все теряется ничего не понятно а здесь у вас все будет в удобном месте у вас будут уроки материалы домашка огнике пробники включены в стоимость мастер-группы блин были бы еще ее фотки в этом в купальнике за это не доплачиваете вас будут все полезные материалы по сути покупать вам учебники не нужно но и соответственно одно из самых приятных все занятия которые вы пройдете например в режиме онлайн будут доступны вам записи до конца учебного года если соответственно вы изначально смотрите записи то записи сколько она мне заплатила вот 362 все равно у вас остаются до конца учебного года и в любой момент вы можете их пересмотреть ну а с вами была настя ну точно в истин смартфоне есть кирилл это правда отелем с клуба обществознания надеюсь увидеть с вами на занятии мастера группы кодовое слово на высоте пишите сообщение группы вконтакте ну конечно как и как иначе это ориентируем пожалуйста попробуйте да это ни к чему вас не обязывает это просто очень крутой способ подготовки интересный я бы сказала экологично не но к вопросу о том что по всем остальным предметам там когда все преподносится вот внутри обществознания по другим темам нормально серьезно пойдет там даже на одну с учетом самого уровня общества знания да и вообще по другим вопросам там что знание но не такое кринжовая как по философии у меня основные претензии к обществознанию вот как вот к тому материалу который там преподает очень сильно ограничено ну то есть по сути там из философии какой-то не знаю нео-марксизм ебанутый получается и честно говоря это меня не очень сильно радует она еще и своей дополнительной какой-то вот из дополнительного своего непонимания вносит во всю эту тему и получается но вообще как-то не то я думаю 97 баллов 3 она потеряла на философии и максимально увлекательный самый популярный комментарий по моей работы что я помогла влюбить в общество знания ученика да или сам ученик пишет что теперь он это очень грустно то что общество за них у меня и жизни не может представлять без общества знания пиздец я не знаю лес на высоте это полный пиздец группа вконтакте а там разберемся главное не переживайте не бойтесь вы в любой момент можете сказать нет я не стубальник по обществу я вроде даже свое время его довольно плохо написал честно говоря на высоте сообщение группы вконтакте пока пока